Ты со мной как не разговариваешь? Я нормально разговариваю. Ты не разговариваешь? Нет, нет, нет. Не могу, я семью вообще не разговариваю. У нас мужчина, глава семьи, и все. Это вот! Вы в России, вы дожди. Я никогда не позволил бы, чтобы моя жена разговаривала с чужим мужчиной вот в таком тоне. Начал заниматься вот этим. Ну, это показывает, видишь, уровень культуры человека, бойца. В канун стадионного турнира «Нашего дела» у Ильяса Якубова и супруги Вячеслава Дацикова возникла конфликтная ситуация прямо на улице. И благо все ограничилось лишь словесной перепалкой. Сама же предыстория такова. Сразу после объявления поединка с Дациком, Ильяс периодически высказывался относительно своего соперника, не забывая упомянуть ей о его тюремном прошлом. И однажды Якубов наткнулся на вот это видео. Один вопрос. Вот у меня есть боец, он хочет с вами провести бой. Вы согласны с ним провести бой? Пускай записывается в очередь. Так вот, чего? Куда надо выйти? В очередь. В очередь? Могу оставить? Пока что. До декабря есть очень много времени. До декабря есть дамаги много, еще боев. Да? А когда мне до... Что случилось? Ничего. Что опять такое? Ничего, быстрее. У нас самолет. Все. Ничего не случилось, Юрий. Я еще разговаривал. Я пошла, пойдем, пойдем. А, или у вас вина главная, я не знаю. Что тут, Дацик? Очкует. По моим сведениям, данный ролик двух- или трехмесячной давности. Так вот, Ильяс высказал свое мнение, что думает об этом. Видно, видно, кто у Дацика в доме хозяин. Просто я раньше не наблюдал за ним. Честно. Бои чисто смотрел. И историю его, кто, кем он был, вообще не знал я, честно. Чисто бои смотрел его. И говорю, как я честно. Вообще, я раньше не наблюдал за его историей. Посмотрел пару роликов. И то это старые ролики. Ну, видно, у человека там дома проблемы. Честно говоря, смотреть противно бывает. Мужчина сам должен за себя отвечать. А что женщина вообще делает? Бои ходят с ним. Постоянно разборки делает. Ты женщина, ты дома должна сидеть. Ухаживать за детьми. Уборку делать в доме. Вот так. За эти резкие высказывания Шалинский Волк поплатился серьезным, на достаточно высоких тонах разговором с супругой и по совместительству менеджером Рыжего Тарзана Виктории при их личной встрече. Ваши моски не вчера больше не делали. Это ваши женщины, понятно? А вы моски, женщины, еще в опуске не купите. Ты со мной как не разговариваешь? Мне нормально. Ты не разговариваешь? Нет, нет, нет. Не ловить, на семью вообще не повторяйте. Я говорю, это мое мнение. Это не мнение. Это приветствую московскому мнению. У нас мужчина, глава семьи, и все. Это у вас. Это у вас. Он сам за себя. Вы в России живете. Все, хорошо. В России живет. Ты что? Ты что? Ты женщина? Я не могу. Я не могу. Я не могу. Не надо. Не надо. Пока я не с тобой так вообще говорю. Не надо. Все. В интервью Кимчи Ильяс Якубов дал пояснение, по этому поводу, попутно осудив Дацика за бездействие. Мужчина должен быть в семье главной, так как у нас, у чеченцев, глава семьи это мужчина. Я сказал свое мнение. Я буду стоять на этом. Я просто сказал свое мнение. Она что-то наезжает, начала. Просто меня по-другому воспитывали. Я женщину. Не могу трогать руками. Я хотел успокоить. Я говорю, не говори со мной в таком тоне. Не разговаривай. А он стоит там в сторонке, даже слово ей не говорит. Хотя бы что-нибудь должен сказать. Это его жена. Я никогда не позволил бы, чтобы моя жена разговаривала с чужим мужчиной вот в таком тоне. Я просто вообще в шоке был, честно. Я не знаю, он там стоит вот так. Вообще не знаю, что с этим человеком. Я не знаю, он под каким-то влиянием под нее. Слово же должен был бы сказать он хотя бы. Или мне, или ей. Он вообще ничего не говорит, вот так в сторонке стоит. Просто я удивляюсь этому. Я не знаю, может он болеет чем-то. Я не знаю. Полное видеоинтервью оставлю по ссылке в описании. Возникшую ситуацию прокомментировал и сам Вячеслав. Ну, в принципе, я ему не грубил, не оскорблял. Зачем он после того уже, как ему наше дело предложило бой, дали возможность выступить, начал заниматься вот этим. Ну, это показывает, видишь, уровень культуры человека, бойца. Ну, чтобы выплеснуть эмоции, есть место и время. Это ринг. Зачем до ринга заниматься глупостями? Сидеть, я думаю, уже многим людям надоело вот за всякие глупости, которые делают вне ринга. Если кто-то хочет разобраться, ринг – это самое место. Выяснить все варианты развития событий. А вне ринга это все чревато нашим уголовным кодексом. Так что лучше без этого. В целом, по лично моим ощущениям, выглядит это не очень. Но с другой стороны, позиция славы понятна. Человек начал с чистого листа и проводит очень неплохую бойцовскую карьеру. И даже с учетом возраста дает фору многим, даже молодым профспортсменам. Обвязываться в различные конфликты ему явно не на руку. Уж об этом он знает не понаслышке. Однако на ум приходит недавняя история с Александром Емельяненко, когда тот нехило так прошелся посуженный Вячеслава. Но на тот момент Дацик дал хороший отпор обидчику. А тут, ну не знаю, может это связано с другим уровнем оппозиции. Никак не одобряю поступок Якубова. Все-таки кто как живет – это личное дело каждого. И со своей колокольней могу сказать – обсуждать чужие семейные дела – это такое себе. Противостояние у них на спортивной плоскости, а не на уровне выяснения личностных отношений. Тем более не припомню, чтобы Вячеслав хоть одно нелицеприятное слово обронил в адрес Ильяса. А какое мнение сложилось у вас? И кто прав в данной ситуации? Бой Вячеслава Дацико и Ильяса Якубова состоится уже сегодня вечером и станется главным событием очередного турнира промоушена «Наше дело». Прямая трансляция запланирована на 21.00 по московскому времени на Рутюбе. Какие у вас прогнозы? Пишите ваше мнение в комментариях. Не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в нише ММА. Пишите ваше мнение в комментариях.